Тенденции экономического роста, развития СЭС, малых промышленных зон, к слову, это нововведение современного Узбекистана, обуславливают несколько факторов. Среди первостепенных, то насколько помогают и выполняют свои обязательства перед бизнесом представители смежных организаций, органов государственной власти и управления на местах, непосредственно на объектах. Эти вопросы побудили членов УЗЛИДЭП ознакомиться с реальным положением дел в Ташкентской области о наболевшем материале нашего корреспондента. Малые промышленные зоны, созданные по инициативе президента, это действительно территории больших возможностей. И вместе с тем, для полноценного, а главное качественного воплощения в жизнь перспективных бизнес-проектов, необходимо наладить механизмы общественного контроля. К примеру, не испытывает ли предприниматель проблем с получением электроэнергии, газа, воды и других коммуникаций? Защищены ли в полной мере его права? Возникают ли бюрократические проволочки? Ведь время замалчивать проблемы ушло в прошлое. Для современно мыслящего и деятельного человека сегодня открыты все двери. Выслушать накопившиеся вопросы предпринимателей, работающих на территории свободных промышленных зон, в Хакимеат Ташкентской области приехали депутаты Уоли Мачлиса и представители ряда ответственных государственных и общественных структур. Сейчас у нас такая проблема. В постановлении президента указано, что территория, которую нужно привлекать в таких случаях, должна составлять 2 гектара 30 соток. По каким-то причинам у нас эта территория составляет только 1 гектар 20 соток. И проект сделан в расчете именно на эту площадь. Теперь, например, еще 1 гектар и 10 соток не учитывается, а всех размещают на выделенной земле в 1 гектар 20 соток. Мы занимаемся производством. А сокращение территории отражается на нашей деятельности. Например, нам некуда складывать сырье. Для этого недостаточно места. Сегодня на территории Ташкентской области созданы 17 малых промышленных зон, которые нацелены на производство текстильной, кожгалантерейной, химической, пищевой продукции, стройматериалов, переработки овощей и фруктов. Безусловно, вот такие условия со множеством преференций и льгот открывают новые возможности для наших предпринимателей. Подобные мероприятия – это хорошая площадка для обсуждения системных вопросов, говорят как предприниматели, так и ответственные чиновники. Так и только так малые промышленные зоны будут функционировать на должном уровне.